3 июля исполнилось 84 года со дня образования Госавтоинспекции МВД России. Поздравления в адрес сотрудников ГИБДД звучали со стороны руководства органов власти всех уровней и правоохранительного блока. Подписчиками страниц МВД по Республике Адгея в соцсетях адресована масса добрых пожеланий блюстителям правопорядка на дорогах. Накануне профессионального праздника госавтоинспекторы провели ряд профилактических акций и встреч с молодежью, а 3 июля в Республиканском ведомстве состоялось торжественное мероприятие. Там побывал наш корреспондент Вадим Агарков. В разводе приняли участие глава МВД Владимир Алай, председатель комитета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Государственного совета ХАС и Республики Александр Лобода, начальник управления ГИБДД Александр Курпас, руководитель кадровой службы ведомства Александр Ермилов, личный состав госавтоинспекции. В своем обращении к сотрудникам ГИБДД генерал отметил, что от профессионализма и слаженности действий каждого офицера зависит безопасность всех участников дорожного движения. На сегодняшний день Государственная инспекция имеет все необходимое, чтобы успешно решать поставленные перед ней задачи. Созданы благоприятные условия, отвечающие современным требованиям, то есть служебные помещения и патрульные автомобили, оснащены новейшими техническими средствами. С профессиональным праздником подчиненных поздравил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея полковник полиции Александр Курпас. Хочу пожелать им прежде всего это здоровья, удачи по жизни, чтобы дома их ждали всегда и они возвращались всегда домой. В этот день автопарк Дорожной патрульной службы ГИБДД пополнился с семью новыми автомобилями «Лада Веста». Все машины оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями, видеорегистраторами, а также медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Министр Владимир Алай призвал подчиненных активно использовать технические новинки для реализации задач по обеспечению безопасности на дорогах Республики. К профессиональному празднику была приурочена еще одна важная традиция – присвоение званий. У большинства сотрудников ГИБДД звезд на погонах прибавилось, а несколько инспекторов впервые стали офицерами. Я очень рад, что на этом мероприятии с участием министра мне вручили офицерское звание. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и искренне рады не только за тех сотрудников, кто получил ключи от новых служебных авто и погоны, но и за тех, чьи заслуги отмечены руководством Госсовета ХАСЭ. Таковых среди госавтоинспекторов Адыгеи четверо. Вадим Огарков, Дмитрий Кучеров и Беслан Хуаджоков. Вести. Дежурная часть. Мы продолжаем знакомить вас нововведениями в законодательство, которые касаются деятельности миграционных подразделений Республиканского МВД. 13 июня 2020 года вступил в силу приказ МВД России от 24 марта 2020 года номер 180 о внесении изменений в приказ МВД России от 30 июля 2019 года номер 514. Уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, а также в заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства внесены изменения. Какие? Срок действия документа указывается только в том случае, если этот срок ограничен. МВД по Адыгеи призывает иностранных граждан и лиц без гражданства учитывать эту информацию при обращении в миграционные подразделения ведомства. Полиция Адыгеи обращает внимание граждан на меры предосторожности при пользовании сетью интернет. Полезных правил достаточно много, но мы хотим напомнить основные, которые позволят уберечь себя и своих близких от риска стать жертвой злоумышленников. Вот некоторые из них. Никогда и никому, в том числе родственникам и коллегам, не передавайте конфиденциальные сведения, к которым относятся логин, пароль и другие данные. Используйте в работе только лицензионное программное обеспечение с обновленными базами безопасности. Не используйте общественные беспроводные сети и устройства для работы с личной информацией. Не используйте программные продукты, полученные из сомнительных источников. Это пидинговые и файлообменные сети. Также не стоит посещать ресурсы с сомнительной репутацией. Вводить личную информацию необходимо только при безопасном соединении. То есть в интерфейсе браузера должна появиться иконка замка. Каждый раз при подготовке очередного выпуска передачи мы видим, что фактов дистанционного обмана граждан меньше не становится. За последние несколько недель участились случаи телефонного мошенничества с использованием номеров, схожих с корпоративными. По данной теме для трансляции на радио и телевидении готовятся сюжеты и даже целые передачи. Но статистика показывает, что до всех граждан пока достучаться не удается. При подготовке программ полицейские дают компетентные разъяснения. Предлагаем внимательно посмотреть фрагмент передачи «Уроки финансовой грамотности». Ведь где гарантии, что аферисты уже сегодня не наберут ваш номер и не попытаются вас обмануть? У нас более актуальны идут телефонные звонки с использованием IP-телефонии. Когда звонки поступают с абонентских, не сотовых номеров, а как называемых, более похожих на стационарные, 495. Зачастую эти номера подменные. Злоумышленники даже научились подделывать абонентские номера. То есть вам может звонить, по идее, поднимать телефон, а там номер банка. Либо похож на номер банка официальный. То есть уже человек может заподозрить, что вдруг это банк. Даже если видно, что абонентский номер похож на официальный банковский номер, либо действительно практически такой же, как и официальный номер банка, сбрасываете телефон, берете банковскую карту, переворачиваете, наобороте написан официальный номер телефона. Даже если он практически идентичен, либо такой же, Все равно своими руками в номер набирателя телефона набираете именно тот, который написан на карте, перезваниваете, вас соединяют со специалистом банка, спрашиваете, были ли какие-то блокировки или проблемы по карте, вам отвечают нет. Коротко расскажем о некоторых мероприятиях и происшествиях. Школьник из Адыгей стал победителем всероссийского конкурса «Добрая дорога детства. 20 лет» номинации «Макет». Занять первое место учащемуся третьего класса школы в ауле Пчигатлука и Батыру Вайкоку помогли знания дорожных правил и креативность. Про конкурсы российской газеты «Добрая дорога детства», которая взаимодействует с Госавтоинспекцией России, мальчик узнал от педагогов. Интерес к конструированию помог Батыру полноценно реализовать свой проект, над которым он работал неделю. В МВД состоялась встреча сводного отряда полиции, вернувшегося с длительной служебной командировки в Северокавказский регион. На протяжении более полугода сотрудники несли службу по поддержанию правопорядка, оказывая содействие своим коллегам из местных территориальных отделов полиции. Командир сводного отряда подполковник полиции Аслан Теунов доложил главе республиканского МВД Владимиру Алай об успешном выполнении поставленных задач. Министр поблагодарил подчиненных за честный и добросовестно выполненный служебный долг. За неделю полицейскими Адыгии изъято более 100 граммов наркотиков. В Геогинском районе задержан 29-летний местный житель, который при себе хранил более 17 граммов марихуаны. У 56-летней жительницы этого же муниципального образования обнаружено примерно такое же количество марихуаны. А у мужчин, задержанных сотрудниками полиции Майкопа, на двоих изъято более 70 граммов марихуаны и частей наркосодержащего растения конопли. Нередко оперативники изымают и синтетические наркотики, среди которых распространена запрещенная к обороту соль. По всем фактам возбуждены уголовные дела с санкцией статьи до трех лет лишения свободы. Подразделением дознания межмуниципального отдела МВД России Адыгейский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК России. Незаконные приобретения, хранение и перевозка оружия, его основных частей, боеприпасов. Поводом послужили результаты проверки по факту изъятия оружия в транспортном средстве. В мае текущего года во время несения дорожно-патрульной службы на территории Тючешского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял 29-летний житель одной из соседних республик. Кроме него в иномарке также находились трое пассажиров. В ходе визуального осмотра салона машины стражи правопорядка обнаружили предмет, внешне схожий с оружием. Сотрудники ГИБДД приняли необходимые меры к сохранению улик и следов на месте происшествия, а затем вызвали следственно-оперативную группу. Эксперты-криминалисты изучили предмет и дали заключение, что изъятным оказался боевой пистолет отечественного производства. В ходе следственной проверки установлено, что оружие принадлежит одному из пассажиров иномарки 36-летнему ранее судимому жителю города Краснодара. В настоящее время сотрудниками полиции Адыгеи проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление места и цели приобретения оружия.